Василий Калташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Почему Сергей Семенович каждый раз вот эту идею Кудрин воспринимает, как вот эту знаменитую фразу Катона в Сенате «Карфаген должен быть разрушен». Почему он так болезненно к этому относится, к этой идее? Конечно, он боится насчет ресурсов. Москва обладает колоссальными ресурсами по сравнению с другими городами. Распоряжается она ими не очень эффективно. Хотя проекты есть замечательные, но есть проекты, которые просто необъяснимые. Например? Например, «Золотой дом» проекта. Это вот эти туалеты, платные туалеты в центре города, которые расставлены по всей Москве и которыми, в общем, никто не пользуется, потому что непонятно, как этим пользоваться и непонятно, зачем. То есть это выброшенные деньги. Нет, почему? Бродяги прекрасно знают, какими пользоваться. Да, они там переодеваются, ночуют. В этом смысле в качестве таких... Это социальная программа, да? Да, это как социальная программа работает, но с точки зрения чистоты города, нет, не работает и никакой пользы не приносит. То есть нелепость. С плитками тоже довольно иррациональная прокладка этих плит в Москве, да? То есть замена на асфальт, асфальт там плиток. И дело в том, что все это не продумано, технологии не соблюдены, и эти расходы несутся многократно. То есть Москва, на самом деле, располагая колоссальными ресурсами, тратит их неэффективно, эти деньги. А почему всегда мы упираемся в эту идею взять и поделить? То есть развитие других городов непременно связано с распилкой московских денег. Принцип Робин Гуда. Вы знаете, вообще все развитие российской экономики, наверное, века с 15-го связано именно с тем же самым. Потому что Москва брала и отбирала... Со времен Калиты, с возвышения. ...и еще других городов. Их торговые привилегии, концентрировала торговые пути, концентрировала капитал и становилась крупнейшим центром экономики. По сути, это, конечно, стало основой объединения страны во многом и создание довольно сильной именно московской монархии, которая земли-то и собрала в итоге. Включая и то, что было под рукой польского короля в Речи Посполитой. Но это, к сожалению, сегодня проблема, потому что нужно, чтобы развивались другие центры. То есть необходимо, чтобы благо распространились дальше. Потому что Москва действительно сталкивается с ситуацией избыточного притока населения. Хотя он не избыточный с точки зрения людей, которые приезжают, и с точки зрения самого рынка. Потому что процесс запущен, процесс идет, и вы не можете его просто взять и остановить. Это действительно катастрофа. Потому что люди приезжают в Москву, потому что здесь есть работа. Они создают, в свою очередь, рабочие места, когда они покупают недвижимость, делают обычные потребительские покупки. И этот механизм работает как механизм экономического роста. Он работает как столетиями, фактически, в Москве, если не считать какого-то периода советской истории. И вполне понятно, что Собяне... В советский период, кстати, пытались приостановить, помните, вот эти все лимитчики и так далее, проконтролировать наоборот. В советский период старались промышленность как можно больше вынести туда, где она и должна находиться. Сейчас промышленность просто в Москве практически исчезла. Она ушла какая-то в Московскую область. Но проблема региональных центров осталась. Потому что, ну я вот родом из Новосибирска, я прекрасно знаю, чем живет Новосибирск. Это транзитная торговля. Вот он сидит вот там на Транссибе. Город, транзитная торговля. Вот это экономическая основа процветания города. Но множество городов находится вне такой бурной активной транзитной торговли с Китаем, к примеру. И они не развиваются. И, конечно, тут, если государство не даст импульсы для экономического роста, не создаст там рабочие места, то есть не простимулирует создание предприятий, на которых эти рабочие места появятся, то люди будут по-прежнему уезжать в Москву. Москва будет увеличивать свое население, московский регион, потому что это уже вышло за пределы московской мэрии, ее сферы влияния. А в других местах не будет провоцироваться экономический рост. Василий, вот вы упомянули Новосибирск, чтобы сразу предметный разговор вести. Может быть, это дело самих регионов? Вот Академгородок, там же научный центр. Почему бы не зашевелиться региону, не используя вот эти карты на руках, козыри, которые у них есть, для развития? Почему дожидаться какого-то бонуса из столицы, если у тебя уже что-то есть? Не везде есть Академгородок, а в Новосибирске есть. Первый бонус из столицы называется поменять губернатора. Потому что обычно губернаторы, которые сидят во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, губернаторы сидели, я не имею в виду тех, кто сейчас под следствием, Юрчика, они старались не сильно развивать региональную экономику, городскую экономику, а скорее обеспечить коммерчески выгодное использование ресурсов региона в интересах своих деловых групп. А развитие, да бог с ним с развитием, нет его и нет. Но сейчас же новые правила. Недавно мы обсуждали 15 пунктов оценки эффективности губернаторов. У них там должны быть показатели, они будут отчитываться. Как вот это объединение, скажем так, с этим оно не спорит? Это очень неприятно для многих региональных руководителей. Прям совсем неприятно. Неприятные правила, какие-то пункты. Раньше все было проще. Раньше к регионам как относились? Вы сохраняете политическую лояльность и делаете, что хотите. Было два правила. То есть, или одно правило. Оно было очень простое, удобное. Никто там голову не ломал. Все формально были лояльны и делали, что хотели. Если заходили какие-нибудь инвесторы, говорили им, 35% инвестиций лично к губернатору или нет. Аналоги, рабочие места, это нас не интересует. Сейчас эти пункты ставят некоторых губернаторов в совсем неудобное положение. Нужно и дороги строить, и за инвесторами ходить. Зачем за инвесторами ходить? И вообще всю работу по-другому выстраивать. И не перегружать региональный бюджет долгами. Хотя это отличный способ обогатить фирмы, которые одалживают деньги бюджету. И которые ваши родные фирмы, на самом деле. Я имею в виду с точки зрения губернатора. Поэтому эти пункты провоцируют другой тип активности со стороны регионального начальства. Провоцируют. Не обязательно мы его увидим, но это есть. Но все-таки этого недостаточно. Хотя, когда центр меняет губернаторов, он это делает еще и для того, чтобы передавать деньги из центра в регион, человеку, которому хоть как-то можно доверять. И здесь политологи ломают голову, мои коллеги. Они говорят, как же так? Ну вот губернаторы, они такие опытные, такие политические зубры. Они такую школу прошли. Они и тут боролись, и там боролись. А их берут и выгоняют. Я объясняю, что дело не в их политической опытности, а в том, что в экономическом плане абсолютно невозможно доверять. Не способности им доверять, но невозможности. Поэтому для регионов вот это изменение, это хорошо, на мой взгляд. Но дальше стоит вопрос о деньги. Потому что для того, чтобы создавать эти центры развития по всей России, простимулировать их, нужно, чтобы денежные потоки стремились туда. Нужно менять либо налоговую систему, либо просто на уровне федерального центра по-другому распределять эти поступления и заставлять делиться, в том числе и Москву. Вот почему Собянин, собственно, нервничает. Потому что в логике Собянина все просто. У нас денег не хватает, потому что, как ни посмотришь на московский годовой бюджет, там денег всегда не хватает. Они говорят, мы должны сокращать социальные расходы. У нас не хватает денег. У нас вот мы здесь, вот тут. Нам самим нужны субсидии, говорят они. А вы хотите, чтобы мы еще делились как-то. То есть вот такова логика Москвы. Понятно, что делиться никто не захочет, не захочет ни один региональный начальник. Но все-таки надо более равномерно распределять ресурсы. И государство, конечно, должно создавать рабочие места в регионах. То есть нужны вот эти производственные торговые кластеры. Это возможно в ближайшее время? Да, это возможно, конечно. Более того, импортозамещение, как стратегия, если относиться к этому серьезно, дает такую возможность. Потому что у нас большое количество товаров может быть замещено. Правда, конечно, часто это товары из Китая. Но все равно сложные отношения с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, они провоцируют не только Россию, но вообще все евразийские экономики. Я здесь посчитаю и Китай, и Пакистан, и Турцию, и Иран, естественно, к тому, чтобы они проводили политику обмена квотами. Чтобы они друг у друга что-то постоянно покупали. И таким образом провоцировали друг у друга экономический рост. Потому что раз они в глазах так называемого цивилизованного мира такие плохие, значит, нужно опираться главным образом на собственную торговлю, подкреплять этим национальную валюту и, с точки зрения людей, давать им рабочие места и давать развитие вот этим новым зонам в своих странах. Что все деньги уходят? Самарская область такой большой донор, федеральный бюджет? Ну, промышленное производство в основном сосредоточено в регионах, конечно. Поэтому получается, что предприятия, зарегистрированные в Москве, оставляют больше денег в Москве. И здесь, если не менять политику распределения этих налоговых поступлений, то есть не обеспечивать более-менее равное распределение просто всех налогов, зависит от по числу граждан в регионах, по числу людей, проживающих в регионе, то едва ли мы сможем эту проблему решить. То есть все-таки вот эта практика должна быть другой. А стоит тут внести корректировку, потому что одно дело московский бюджет, другое дело федеральное. Ну да, фактически федеральный бюджет распределяется здесь, в Москве, но в Москве, по сути, он не принадлежит. То есть он принадлежит всей стране. И дальше уже распределяется. То есть предъявлять претензии, что Москва жирует, не совсем обоснованно. Конечно, Москва получает и с собственных доходов, связанных с собственной экономикой, да, там даже торговля, сфера услуг, недвижимости, очень много. И это факт. Но дело-то в том, что Москва жирует в силу того, что просто здесь находятся офисы компаний. Главные. Да, здесь главные офисы финансовых организаций. И получается, что... Они платят налоги. Это объективно сердце экономики. Оставлять Москву без денег, как хотел бы какой-нибудь разгневанный обыватель из регионов, конечно, ни в коем случае нельзя. Потому что Москва в самом деле конкурирует с другими международными центрами, такими, как Нью-Йорк, и Лондон, и Париж. И в этом смысле здесь с Собяниным можно согласиться, потому что город-то очень важный. Один из крупнейших и важнейших городов в мире. Но нам же все равно нужно изыскивать где-то средства для того, чтобы происходило развитие регионов. И вот тут встает вопрос о том, что федеральный центр может просто распределять деньги сам. То есть направлять деньги в какие-либо программы в регионы. Что, кстати говоря, и делается уже в случае с новыми губернаторами. Когда новый губернатор идет, он получает линию дополнительного финансирования от федерального центра. Вот такая политика может быть тоже инструментом для того, чтобы додавать деньги. Додавать деньги в регион. Но это повышает зависимость региона от Москвы. Что очень не нравится региональным элитам, как правило, потому что они говорят, как это так. Вы нам же наши деньги возвращаете, но возвращаете через губернатора, которого вы прислали, а не через того, которого мы привыкли видеть, который нам больше нравится региональным элитам. Я говорю именно про элиты, потому что они уже дальше начинают играть с избирателем, с населением, и настраивать его так, как им это нужно в данный момент. Поэтому вот этот механизм остается. Но главное все-таки это промышленная производственная стратегия. То есть главное это даже не распределение денег. Хотя распределение денег может дать что? Дополнительные рабочие места, детские сады. А в регионах, например, с детскими садами плохо все. Если Москва и Московская область все относительно неплохо, если не считать каких-то сверх застроенных новых районов, то в регионах чаще всего беда. Дальше со школами тоже, рабочие места в школах. То есть государство должно нанимать больше людей в этой сфере. Плюс медики повысить зарплату и нанимать больше. Потому что у нас и часто в регионах, да не только в регионах, повышение зарплаты сопряжено с сокращением персонала. То есть мы половину врачей уволим, зато остальным повысим зарплату. Это неправильная политика. Врачей нужно нанимать, нанимать и нанимать. То есть государство должно давать там позитивные сигналы с точки зрения того, что здесь появится больше рабочих мест, это будет больше потребления, рост рынка. А с другой стороны нужны предприятия. То есть прямо говоря, наша экономическая политика должна быть протекционистской и обеспечивать в регионах как раз новые производственные мощности. Особенно это касается легкой промышленности. По второму звонку Степан из Красноярского края про диавшоризацию говорил. Я так понял, что он про это ввел речь. Что вот эти крупные наши компании, деньги уходят за рубеж, непонятно там где зарегистрированы. В общем, вот с этим порядок хотели же навести? Вот была там программа диавшоризации, чтобы они вернулись. И действительно регионам это помогло бы. С этим навели порядок? Диавшоризация необходима. Но вот в случае с «Русалом», если взять конкретную ситуацию, то, конечно, налицо американский рейдерский захват компании. Это факт. Компания выведена была за рубеж. То есть она проводила свое IPO за пределами российской акции. Сама же подставилась, можно сказать. Первичное размещение акций она проводила за пределами России. Она подставилась сама. Наивные, вроде бы дерзкие люди, такие коллеги Дерибаско, из 90-х, наивно, в принципе, вышли на Запад и думали, что все будет нормально. Нет. Они там подверглись, в свою очередь, рейдерскому захвату. И проблема в чем? Что если американцы свой рынок для алюминия российского закрывают, то непонятно, что делать с этим алюминием самой Российской Федерации. Тогда как у нас не здорово обстоят дела с авиастроением. То есть алюминий, это, собственно говоря, металл авиационный прежде всего. Под авиацию создавались все эти производства в Советском Союзе. И сейчас перехват у американцев этой компании, грубый, то есть национализация даже, на мой взгляд, она возможна только в контексте развития авиастроения, гражданского авиастроения. Потому что столько военных машин не надо, а вот гражданских машин нужно очень много, и российских. Но мы видим, какие у нас тут скандалы с последних событий, с пожаром одной из машин российского производства, российской сборки. И это, конечно, говорит о том, что не так просто решить эту задачу с использованием алюминия. Но, в принципе, владеть в России чем-либо иностранной компанией, конечно, могут. Вопрос в том, что деофшеризация все равно необходима. Просто одно дело, когда это реальные иностранные компании, там, Мерседес, например, или там... Ну, тут вопросов нет, да. Да, понятно, да. Когда это просто российский капитал, вышедший за границу, зарегистрированный не пойми где, и он предъявляет права на предприятие, и еще требует, чтобы ему государство как-то помогало, то это уже, извините, за гранью переносимого. И люди здесь справедливо возмущаются. То есть вот тут должна быть перерегистрация. Все компании должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Вот первый шаг. То есть это деофшеризация. Плюс нужно очень жестко работать по списку офшоров. То есть не просто составить список, а сказать, знаете, у нас есть список офшоров, нам очень не нравятся эти страны, но мы ничего делать не будем, в принципе. А сделать так, чтобы, в принципе, компании из этих стран, они в российской экономике ничего делать не могли, чтобы они были на птичьих правах. А вот компании из нормальных стран, например, из Германии, они могли чувствовать себя уверенно и защищенно. Потому что, получается, в один ряд поставлены и реальные компании, и вот эти вот офшорные странные образования, которые сегодня есть, завтра их нет. Как раз вот занятие для счетной палаты, для автора вот этой идеи, для Алексея Кудрина. Будет он этим заниматься? Будет. Очень сомневаюсь. Василий, упомянули интересную мысль, вы сказали, что невозможно дирижировать этим процессом, невозможно остановить в Москве вот это нарастание человеческих ресурсов, финансовых, что это само собой происходит. Можно снизить темпы. Можно снизить темпы. Потому что Москва, рынок, ну это видно по рынку недвижимости, она перегрета в некотором смысле. То есть людей много, спрос на жилье большой, большой класс рантье. Были недавно опросы граждан, которых зачислили в бездельнике. Росстат проводил там полмиллиона где-то в Москве. Богатые бездельники. Да, они чаще всего рантье, потому что сдается в аренду от четверти до пятидесяти процентов квартир в разных домах в Москве. И, конечно, это немалые деньги. То есть в регионах такая зарплата и не снилась многим. А вот в метрополиях, так на греческий манер Алексей Кудрин придумал этот термин, в метрополиях можно ли этот рост подстегнуть? Если здесь его с трудом как-то еще можно тормознуть, то ускорить рост метрополии, учитывая, что у нас не плановая экономика, что мы не можем вот по щелчку построить города или там бам, вот как раньше было. Мы можем пожелать, но выполнимо ли это? Ну, смотря что иметь под метрополией. Вот Москва в 90-е была вот именно как метрополия, как некое такое вот чужеродное явление. Ну, если по крайней мере так она воспринималась из Москвы, из регионов, как жирующее такое чужеродное явление, которое сосет деньги из провинции. Тут какой-то воровской бизнес, значит, оседает в Москве. И вот это была метрополия, она богатела-богатела, а провинция оставалась бедной, бедной, бедной. Так сказать, меньшие люди среди мукула. Собянин для того и был поставлен на пост мэра, чтобы этот процесс прекратить во многом, чтобы сделать Москву частью Российской Федерации. И вообще создать в некотором смысле Российскую Федерацию на юридическом уровне, так чтобы у нас были единые правила паспортно-регистрационные, чтобы не было так, что вот в Москве Лужково особые правила. Три дня больше здесь россиянам делать нечего, вон в свою страну, чтобы работала медицинская система. Вот этот полис, он же при Лужкове не работал в Москве, в российский полис. Это был в России полис. Это вы в Россию езжаете. Сейчас все работает более-менее. То есть вот это вот воссоединение Москвы со страной, оно в значительной мере состоялось на юридическом уровне. Оно состоялось, и это очень хорошо. А вот в экономическом смысле Москва, концентрируя капиталы, она все-таки должна эти капиталы и средства отдавать и в регионы, стимулировать там рост. И в этом плане, конечно, кластеры нужны. То есть эти мегаполисы, их нужно подстегивать, потому что они будут, в свою очередь, подстегивать меньшие города в своей орбите. Но вот как это конкретно будет сделано? Вот и самый главный вопрос. Дирижировать можно процессом? Конечно, процессом можно дирижировать. Для этого нужно, в первую очередь, как я сказал, создавать рабочие места там. А вот компания, которая переехала в Газпром в Санкт-Петербург, может быть, не в Санкт-Петербург, а куда-нибудь его еще направить. Могут просто взять и такие... А удобно ли ему это будет работать? А ведь если нужно провести встречу с какими-нибудь членами правительства, это можно сделать в кафе. Если вы сидите в Самаре, вам несложно будет встретиться в кафе с людьми. Но, конечно, теоретически можно перенести некоторые компании, офисы в регионы. Это возможно. Но будет ли им это удобно с точки зрения международной коммуникации? Одно дело Петербург, откуда, в принципе, несложно вылететь и в Берлин, и в Стокгольм, и в Лондон. А другое дело, если вы переселяетесь в Самару. Отсюда уже, в общем-то, далековато и до Берлина, и до Брюсселя. Поэтому здесь у компаний своя логика. До Пекина близко. До Пекина ближе, да. А может быть, вот в этом смысле логика есть. Потому что в этом пластине развивается Екатеринбург. То есть вот эту роль как раз сейчас таких промежуточных центров, эту роль берет на себя здесь Екатеринбург. Потому что, да, действительно, до Пекина ближе, и в то же время экономическое развитие города налицо. И причем там ведь много производственных компаний. Такое ощущение, что какой город ни возьми, как раз вот туда, чтобы не доехать, не долететь. Вот правда. Только через Москву. Только через Москву. А если город небольшой, то и никак. Ну, чтобы за одну столицу посмотреть. Вот вопрос был поставлен, что почему, значит, там нет производств, ни новых производств не состоится. Потому что политика в отношении транспорта у нас была чисто коммерческая, государственная. Ну, и государственная, и политика компаний, в том числе РЖД, она была такая, что транспортные направления должны быть рентабельны. Они должны приносить прибыль. Если они не рентабельны, допустим, там линии, авиационная линия между двумя соседними городами, областными центрами, значит, ее надо закрыть, и пусть летают через Москву. Собственно говоря, почему и летали через Москву, почему нужно полутора соток провести в рейсе, для того, чтобы из одного города попасть в другой, хотя там на автомобиле, казалось бы, можно быстрее доехать. Именно потому, что линии были признаны нерентабельными. То же самое касается железнодорожных сообщений. И в результате что получается? Получается изоляция центров. То есть политика должна быть обратной. Нужно признать, что транспорт – это кровеносная система экономики. Перемещение людей, товаров необходимо обеспечивать между всеми центрами, не только в рамках этих кластеров, но и вообще по сети. То есть должна действовать сеть буквально. Из любого пункта можно попасть в любой пункт. Вот задача транспортной политики. И тогда для инвесторов будет понятно, зачем им заходить в регион, зачем им модернизировать предприятие, а не переходить. Ну и людям будет удобнее ездить на другое место работы. Ну вот насчет скоростной железной дороги, государство там не очень стремится вкладывать, потому что посчитывают, сколько нужно вложить в вероятные доходы. Там ситуация не такая уж очевидная. Вот сказание, например. С вероятных доходов. Ключевое слово вероятные доходы. А это вообще не надо закладывать. То есть не надо закладывать здесь окупаемость. Здесь окупаемость должна быть распространена на участников процесса. Процесса перевозок, процесса строительства. То есть вы должны создать здесь, ну... Так сказать, мультипликационный эффект. Создать политику, да, применить. Создать мультипликационный эффект, совершенно верно. То есть вы строите железную дорогу для того, чтобы высокоскоростные железные дороги, они нужны по всей России сетью. Только мы и Соединенные Штаты, пожалуй, то есть крупных международных таких центров отстали от этого процесса, потому что Германия, Франция, Япония, это замечательные образцы, и Китай тоже, замечательные образцы использования высокоскоростного железнодорожного транспорта. Поэтому сеть это необходимо, но она, во-первых, должна давать загрузку отечественному производству рельсов, шпал, да, и самое главное, локомотивов, вагонов и другого железнодорожного технического, других железнодорожных технических средств. Ну, вот так, что рассказали про самолеты, есть вопрос, а с вагонами не повторяется ситуация? Счастью, с вагонами у нас... Все, слава богу, да? Все не так плохо, да, вот с самолетами гражданскими проблема, а вот здесь можно поставить дело, но очень важно, во-первых, чтобы это создавало производство внутри страны, потому что локальное применение вот этих вот, ну, локальные, высокоскоростные железнодорожные проекты в России, это, в первую очередь, выгоды для иностранных производителей, потому что локомотивы закупаются, вагоны закупаются, там еще что-то закупается. В итоге, кто получил выгоды? Те, кто выполнял этот контракт. А мы ждем, чтобы это была рентабельность, то есть нужно развернуть процесс, нужно, чтобы были выгодополучатели в российской экономике, чтобы это создавало рабочие места, новые предприятия, гарантированные длительные контракты для новых предприятий. И вот тогда мы получим позитивный эффект для экономики и импульсы для региональных центров, потому что эти высокоскоростные железные дороги должны соединить не только Москву с разными городами, но и различные соседние, ходящиеся рядом, центры экономические. Но вот правительство пока думает иначе, отказали же строить высокоскоростную магистраль до Казани. Кстати, вот одна из метрополий, кстати. Посчитали, что неэффективно будет? Да, вот это, опять же, ключевое слово «эффективно». А в чем эффективность? Будет ли она неэффективна в транспортном отношении? Она будет, как транспортное средство, очень эффективна. То есть люди будут перемещаться. Для бизнесменов это будет удобно, для рабочих это будет удобно. А эффективность какой ждут? Коммерческой эффективности. Вот коммерческий государство — это не фирма. Вот в чем проблема Кудрина и других либералов, чиновников старой школы, что они рассматривают государство как фирму. Что у нас есть частные фирмы, и есть государство такая странная фирма, в ней чиновники сидят. Нет, государство — это не фирма. Вообще не фирма. У него совершенно другие задачи в экономике. Государство должно создавать экономический рост, обеспечивать рабочие места, обеспечивать развитие предприятий, обеспечивать позитивные процессы. Не зарабатывать на том, что есть, зарабатывать Это вообще не задача государства. Аккумулируя средства, использовать их для положительного экономического эффекта, а в случае с нашей страной, в первую очередь, для эффекта в регионах. Блестящая формулировка. Государство не фирма. Вот из Краснодарского края пришло сообщение, надо столицу менять раз в 50 лет. Кошмарка. Как флажок передавать, там будет столица теперь. В формулировке продажные москвичи, зажравшиеся москвичи, простите, не очень понимают, что, в общем-то, москвичи тут тоже находятся в таких условиях, что мы не жируем, скажем так. У нас тоже и дорогие парковки, и дорогие продукты, и дорогие условия. В сравнении с регионами, конечно, жизнь отличается, и работа есть, но здесь тоже с этим большие проблемы. Купить собственную квартиру фантастически невозможно, даже если ты работаешь постоянно. Это такие, скажем, некие фантазии. Это очень обывательское представление о Москве, но оно выражает такую провинциальную традицию. Историческую, да. Историческую, что Москва, вот она такая замечательная. Во многом, кстати, советскую традицию и традицию 90-х, то есть эпохи Лужкова, когда Москва была, ну, действительно, в приюре. Оазисом. Ну, и оазисом, и были зафиксированы привилегии. Например, на работу не брали без московской прописки. Это же было все. Пенсионеры какую доплату получали? Совершенно верно, да. То есть эти проблемы существовали. Сейчас они несколько сняты, да, и сейчас действительно люди вроде бы могут, ну, даже по зарплате, если говорить. То есть там, скажем, в Москве, в московском регионе есть немало людей, которые зарабатывают 25-30 тысяч в месяц. Это, в общем, зарплата регионального крупного города. То есть Москва сильно просела по своему уровню жизни за последние 10 лет. Это факт. Это, конечно, виноват мировой экономический кризис, но это произошло. То есть Москва приблизилась к регионам. В регионах уровень жизни рос последние 15 лет довольно сильно. В крупных городах, я подчеркну, в крупных городах. Но если говорить о деревне, то с деревней совершенно особая ситуация. Потому что я боюсь, что российская классическая деревня обречена, что крупные компании будут работать и дальше вахтовым методом привлекать людей. Их интересует максимальная эффективность процесса. Они не стремятся поддерживать сельскую общину и адаптировать ее в современную экономику. То есть советская коллективизация – это был перенос общины сельской, возникшей еще в феодальную эпоху, в эпоху совершенно другую, индустриальную. Но, как мы видим, это недолговечное было явление. Это все рассыпалось. И маленькие фермерские хозяйства тоже далеко не везде могут выжить. Спасибо, Василий. К важному выводу пришли. Государство не фирма, а должно печься не о прибыли, а о своих жителях, в том числе и в отдаленных регионах.